Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день весь мир говорит о профилактике заболевания, чтобы предотвратить новые случаи заражения и остановить его дальнейшее распространение. Однако вспоминать и говорить об этом тяжелом недуге нужно постоянно. О статистике, лечении и прогнозах сегодня говорили на круглом столе в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Наша республика относится к регионам с низким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекции в Приволжском федеральном округе, поэтому показателю Чувашия занимает 12 место. Но, как отмечают специалисты, свести на ноль СПИД даже в ближайшие годы в нашем регионе вряд ли получится. По Чувашской республике мы ожидаем это количество порядка 150-155 человек. А если вот за прошлый год, на 11-е годы, было 128. То есть у нас тоже имеет место рост. Если вы видите, наша заболевание с 10,2, то по ФОО она 49. То есть у нас заболеваясь уже практически в 4,5-5 раз ниже. У нас ниже пораженность, ниже смертность. Все показатели намного ниже. Ну вот, значит, почему у нас в СПИДе рост больше, чем в России. Учитывая статистику и показатели, специалисты уже составили свой прогноз, признаются, что он весьма неутешительный. И необходимо вам сказать прогноз на 2013 год. Что же нам ждать? Значит, учитывая вот все вот эти вещи, заболеваясь ВИЧ-инфекцией, мы примерно программируем на уровне 12-16 показателей на 100 тысяч населения. Что по-человечески, по-русски, это будет 150-200 случаев. Количество подлежащих антиретровирусной терапии больных к концу года мы планируем в 420 человек. В 2012 году 400. А охват скринингового обследования, он будет не менее 200 тысяч человек. В 2015 году ни один ребенок не должен рождаться с ВИЧ-инфекцией. В такой цели должны идти все медицинские работники. И хочется помощи всех остальных, поскольку наши ВИЧ-инфекцией и матери не всегда ведут себя как положено. Улучшить ситуацию можно с помощью профилактики. Это не только своевременное лечение, но и постоянное обсуждение мер предосторожности. Да и каждый человек должен ответственно относиться к своему здоровью. Данифа Тагирова, Николай Яковлев, Республика.